Варианты в процессе ожидания Начиная с прошлого года И это большое кино покажет уже совсем скоро Слушай, Вик, знаю тебе уже около двух лет Я даже предположить не могу Что ты такое увлеченно ожидаешь Подожди-ка, дай сам догадаюсь Поколение М, Мебиус, Мачете убивают Или очень страшное кино 5 Нет, все гораздо прозаичнее Я жду Обливион с Томом Крузом в главной роли Так ты ждешь Обливион с Крузом в главной роли Или Круза в Обливионе? Это одно и то же А чего ждешь ты? Ну, у меня более широкий диапазон ожиданий Я просто жду большое кино Привет, я Дмитрий Дзема Я Вика Дорогина И вы смотрите программу кино ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главные кинособытия апреля этого года, по моему мнению, имеют отношение не только ко всей России в целом, но и к нашему городу тоже Что касается мировой киноиндустрии, то, судя по всему, отныне она будет работать совершенно по-новому Все подробности у Вики Крупнейшие американские киностудии и крупнейшие сети кинотеатров вступили в новую эру цифровой дистрибьюции фильмов Как сообщает издание Вариэти, отныне голливудские кинопроекты и все промо-материалы к ним не будут доставляться прокачкам на физических носителях, а будут передаваться в виде цифровых копий с помощью спутников Соответствующее соглашение уже подписано между сетями Ригл, ЭМС, Синемарк и студиями Лансгейт, Дисней, Промаунт и Универсал Новый формат сотрудничества позволит проводить в кинотеатрах прямые трансляции различных мероприятий, имеющих отношение к кино Пока неизвестно, будут ли создавать физические копии этих фильмов, или они будут существовать только в цифровом виде На сайте Министерства культуры был опубликован список 100 лучших фильмов, которые могут быть рекомендованы для просмотра на факультативных занятиях в школах Осенью 2012 года любой желающий мог предложить свои, три отечественные и три зарубежные картины Получившийся в итоге список был отредактирован специалистами культуры и кино Наибольшее представительство в этом списке получили такие режиссеры, как Сергей Эйзенштейн, Андрей Тарковский, Никита Михалков, Ролан Быков и Андрей Кончаловский Бриллиантовая рука, Волга-Волга, Чук и Гек, Морозка, Освобождение Словом, это те 100 фильмов, которые должен посмотреть каждый, причем неважно, школьник или нет То есть, как я понял, ты, Вика, вся в ожидании фантастического блокбастера Обливиум Да, я надеюсь, он превзойдет все мои ожидания И разочарование от просмотра не будет напоминать эффект Прометея Ну и Том Круз, естественно То есть, ты считаешь его премьерой номер один 2013 года? Года нет, а вот месяцы это точно И еще один фильм, который я, как любая уважающая себя и начитанная девушка, не могу пропустить Это Рубиновая книга По роману немецкой писательницы Кёрстен Гир Смотрим кино? Живущая в Лондоне 16-летняя Гвендолин Шеферд случайно узнает, что обладает уникальным геном путешественника во времени Который унаследовал от своей прапрапрабабушки Теперь девушка может ежедневно переноситься в прошлое и с каждым днем загадок становится все больше Что такое тайна 12? Кто охотится на путешественников во времени в прошлом? И почему все вокруг думают, что она обладает какой-то магией ворона? Ну а ты, Дим, на что бы ты сделал ставку? Ну, на первое место этой весны я бы поставил выход на экран российской картины «Гагарин. Первый в космосе» Надо сказать, что недавняя премьера фильма «Катастрофа. Метро» вновь заставляет поверить в то, что среди пошловатых и дешевых комедий отечественного производства найдется место и для достойных фильмов Надо сказать, что сам «Первый в космосе» по утверждению создателя фильма является первой такой масштабной попыткой создания художественного фильма о Юрии Гагарине Но, впрочем, выводы делать еще рано, покажут, посмотрим А пока слушаем продюсера фильма Товарищ полковник, а можно меня развернуть? А то мне спиной вперед неудобно Ребята, верните в Россию Ну, идея проекта, ну, просто интересен сам герой И очень хотелось рассказать о нем, да Понятно, что многие, большинство людей этого мира знают про него Но нам интересно было разгадать этот образ, да, как вот из простого парня из деревни получился настоящий герой И которому еще это выпало право стать первым И насколько это все получилось без вмешательства каких-то высших сил И еще я хотел бы обратить ваше внимание на один фильм Этот фильм очень важен для всей нашей страны, для всех нас и для всех любителей отечественного хоккея Я говорю о картине «Легенда номер 17» 2 сентября 1972 года, Монреаль Хоккейная сборная СССР с разгромным счетом 7-3 победила канадских профессионалов из НХЛ В стартовом матче эпохальной суперсерии СССР-Канада Это была не просто игра, это была битва за свою страну Которая перевернула мировое представление о хоккее Теперь весь мир знал его просто по номеру 17 Валерий Харламов, забивший в том матче две шайбы, мгновенно взлетел на вершину славы Рубиновая книга По-моему, это некая смесь Гарри Поттера с Кодом да Винчи, да? Нет, нет, нет Ты неправильно понял Рубиновая книга — это про души, потерянные во времени и пространстве Они найдут друг друга, когда настанет их время Это про любовь, которая будет жить вечно, если ты повелитель времени Ну, то есть это любовный женский роман? Нет, это фантастика Хм, а как по-твоему, что лучше? Оз «Великий ужасный» или «Рубиновая книга»? Рубиновая книга Если честно, Оз мне жутко не понравился Сюжет и само название Я бы с удовольствием посмотрела фильм по сюжету книги, который я когда-то читала в детстве Элли, Татошка, Гудвин, Бастинда, все дела О, женщины, название ей не понравилось Люди потратили 200 миллионов долларов на то, чтобы тебе не понравилось название Назвали бы «Волшебник изумрудного города» и всем бы понравилось А ведь действительно, придумать название для фильма – это очень сложная тема И подчеркивая ее важность, я представляю вашему вниманию собственный рейтинг самых, как бы это сказать, странных названий фильмов за всю историю кинематографа На пятом месте американский фильм с названием «Возвращение помидоров-убийц» с Джорджем Клуни в главной роли, между прочим Про что фильм? Естественно, про помидоров-убийц Четвертое место Английский фильм 1990 года с нехитрым названием «Я купил мотоцикл-вампир» Жуткий хоррор и трэш, но многим, как ни странно, понравилось Третье место досталось фильму с названием «Дикарка-нимфоманка в аду у динозавров» Весьма нехарактерный для студии «Трома постапокалипсис» с претензией на фэнтези Фильм образца 1990 года с пластилиновыми динозаврами и кукольными монстрами Второе место Клоуны-убийцы из открытого космоса Еще один американский хоррор Пришельцы устраивают в лесу шатер, заманивают людей на представление, тем самым обеспечивая себе провиант И на первом месте еще одна шедевральная американская нетленка из 1988 года Название фильма звучит так «Женщины-каннибалы в авокадовых джунглях смерти» Содержание фильма полностью соответствует названию Ну а бюджет особо подчеркивает общую художественную ценность Честно говоря, я забыл упомянуть еще один английский фильм-мьюзикл 1966 года С, пожалуй, самым длинным названием Сможет ли Хейронимус Меркин когда-либо забыть Мерси Хамф и обрести истинное счастье? Да, на фоне всего вышеуслышанного Оз Великий и Ужасный звучит очень даже мило и приятно А как тебе с мамой фильм понравился? Знаешь, я его пока еще не видел, поэтому давай спросим у нашего рецензора Оз Великий и Ужасный, так же как и наш президент, нравится всем И так же как нашего президента рецензировать его не считая уместным А поговорим мы сегодня о более сложном и серьезном кино, вызывающем немало споров Когда слышишь в анонсах фильмов имя легендарного оскароносца Роберта Замейкиса Ожидание премьеры всегда томительно И это неудивительно, потому что человек, давший зрителю такие картины, как Форест Гамп, Изгой и Трилогия Назад в будущее Просто обречен приковывать внимание к своим новым работам Фильм 2012 года «Полет с Дензелом Вашингтоном» также не стал исключением В российский прокат фильм вышел под названием «Экипаж» Сюжет картины разворачивается вокруг опытного пилота Випа Уайтекера Личности спорных с первых минут фильма В очередном рейсе пилотируемый им самолет из-за технической неисправности входит в пике И катастрофа, казалось бы, неминуема Но Уип чудом сумел посадить самолет и избежать смерти большинства пассажиров А дальше все как в хорошем кино Признание героя, горесть, потерь, новая любовь и... И обратная сторона происходящего Уип хронический алкоголик и наркоман А комиссии по расследованию гибели пассажиров нужен козелу отпущения Зимейкис снял прекрасный фильм-катастрофу Но построенное не нападение самолета, а нападение личности героя В попытках оправдаться перед собой и окружающими Вот где нужен настоящий героизм Зимейкису надо отдать должное Он сумел разбудить все оттенки чувств к своему персонажу у зрителя От сострадания до ненависти Но и зритель не остался в долгу При бюджете более чем в 30 миллионов долларов Фильм про Кати заработал почти в 5 раз больше Это почти как очередное признание в любви к именитому режиссеру Но он этого заслужил Поэтому фильм-экипаж можно смело ставить под грифом Обязательно к просмотру Настало время нашей традиционной рубрики Сегодняшним нашим киногероем стала Лара Комлева Известный модный фотограф Лара, какой просмотренный вами фильм за последнее время Произвел на вас наибольшее впечатление и почему? Этим фильмом оказался фильм Рината Литвиновой Последняя сказка Риты Фильм о любви, о смерти, о друзьях В этом фильме Рината Литвинова выступила в образе ангела смерти И пришла к главной героине Немного странный образ Не таким, каким мы привыкли его видеть Как с косой в Балахоне Этот фильм оставил немного странное впечатление для меня Неоднозначное, но в принципе понравился Лара, какой фильм вы можете пересматривать неограниченное количество раз и почему? Фильм Планета Капекс Я его посмотрела очень давно Еще студенткой Он довольно-таки странный, наверное, для понимания Там нам дают возможность самим додумать Самим представить даже, каким может быть герой Поскольку он у нас там в образе инопланетянина Но, несмотря на это, он попадает в психическую больницу И сами зрители могут выбрать для себя Либо он останется для них, ну, тем душевно больным человеком Либо он для них останется каким-то героем Который все-таки вернулся на свою родную планету Если бы вы обладали неограниченным бюджетом Какой бы вы сняли фильм и о чем бы он был? Довольно странный вопрос Но, скорее всего, мой выбор пал бы на книгу Виктора Пелевина «Числа» Вот, тут и драма, и фантастика Ну, есть где разгуляться неограниченному бюджету В рубрике «Другое кино» мы хотели бы поговорить о судьбе фильма «История Арканарской резни» Или «Трудно быть богом» по книге «Братьев Стругацких» Об этом фильме мы уже говорили ранее в наших программах Все дело в том, что 21 февраля 2013 года Алексей Герман, режиссер фильма, скончался По словам сына режиссера, Алексея Германа-младшего, картина фактически завершена Осталась только перезапись звука И она будет закончена в обозримом времени Называться картина будет так же, как роман «Братьев Стругацких» На застывшей в глухом средневековье планете находятся наблюдатели-земляне Которые пытаются бережно подправлять ход событий Не нарушая логическое развитие истории Главный герой Румата, осознавая свою задачу сохранения нейтралитета Тем не менее не выдерживает, когда на планете захватывает власть черное братство Свергнувшее господство серых Тоже отвратительных, но хоть не столь кровавых Румата берется за меч, чтобы покарать злодеев И тем самым нарушает правила и закономерности Вмешиваясь в чужой исторический процесс Вы смотрели программу кино Мы только что рассказали вам о фильмах, которые, на наш взгляд, будут вам наиболее интересны Обсудить просмотренные ленты вы сможете на сайте киноцентра «Космос», а также на страничке ВКонтакте И помните, премьеры лучше всего смотреть в кинотеатре Редактор субтитров А.Семкин